Си Дзиньпин Лукашенко отметил, что выбранный Китаем девиз игр «Вместе ради общего будущего» ярко отражает стремление человечества к совместному процветанию, мирному развитию и новым достижениям. Глава государства пожелал спортсменам и гостям Китая красивой и запоминающейся Олимпиады. Подробности, которые не звучали прежде. Сегодня президент дал большое интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, автору и ведущему общественно-политического ток-шоу на телеканале «Россия-1» и владельцу собственного YouTube-канала. Соловьев известен своими яркими, а порой и провокационными заявлениями по широкой новостной повестке. События в Беларуси не исключение. Уроки августа 2020-го и почему Александр Лукашенко предали те, кого он поддерживал и даже опекал. Отношения с Украиной на чью сторону станет Минск в случае военного конфликта. Тему безопасности в интервью затрагивали и в большем масштабе. Любопытный вопрос, видит ли Александр Лукашенко возможность большой войны в Европе. Беседа длилась почти два часа и продолжилась, даже когда камеры выключили. В эти дни идет подготовка к активной фазе белорусско-российского учения «Союзная решимость». Позади 10 тысяч километров и неделя в пути. На обрезки полигоны с Хабаровского края прибыл дивизион российских систем противовоздушной обороны С-400. Его задействует проверки сил реагирования союзного государства. «Триумф» — это рабочее название, создан на основе действующих комплексов С-300. Совершенный и более точный, способен обнаружить опасность на расстоянии 600 километров, поражает любые цели. Проведена маскировка стартовых позиций на боевое дежурство. Союзники заступят в ближайшие дни. Кроме систем ПВО, в маневрах задействуют зенитные комплексы «Панцирь-С» и современные истребители Су-35. Совершили марш комбинированным способом через всю территорию Российской Федерации. Прибыли в Дружественную Республику Беларусь в рамках единой системы отработки вопросов, единой системы противовоздушной обороны. Размещение в полевых условиях — это тоже один из элементов боевой подготовки. Выходя сюда для проведения полевых выходов, либо для участия в учениях, мы отрабатываем вопросы размещения на местности. Мы отрабатываем умение быстро развернуть, свернуть полевой лагерь, разместить в полевых условиях технику, вооружение, оборудовать всю необходимую для жизни и быта военнослужащих инфраструктуру. Военные раскинули полевой лагерь, его оборудовали всем необходимым для отдыха, быта и тренировок. Есть баня, столовая. В свободное время военные проводят теоретические занятия, готовят оружие, смотрят спортивные программы. Впереди самый насыщенный этап проверки боеготовности. Активная фаза учений начнется 10 февраля. В руководстве НАТО грядут перемены. Генсекретарь Альянса Столпенберг, похоже, отвоевался, его назначили управляющим Центрального банка Норвегии. Новую должность он будет занимать 6 лет и приступит к своим обязанностям лишь в октябре нынешнего. Тогда истекает его контракт в качестве руководителя Альянса. А вот его преемника могут представить в июне на саммите лидеров НАТО в Мадриде. На пост секретаря военного блока, по слухам, претендуют экс-президенты Эстонии, Литвы и Хорватии. Но именно кандидатура Калинды Граббар-Китарович наиболее вероятна. Она уже работала в качестве помощника генсека 7 лет назад. А пока с участием НАТО продолжается истерия вокруг Украины. На фоне эскалации напряжения США начали переброску дополнительных войск в Европу. Только по официальной информации, в баз базы Форт-Брэк, которая расположена в Северной Королине, вылетели более 2000 военнослужащих. Из них большая часть в Польшу и 300 военных в Германию. Ожидается переброска личного состава в Румынию. Западная пресса пестрит с головками о якобы готовящемся вторжении России в Украину. Белорусско-российское учение «Союзная решимость» выдают за подготовку к нападению. Хотя ни Минск, ни Москва развязывать войну не собираются. Об этом неоднократно заявляли президенты Лукашенко и Путин. Политологи говорят, для наших стран сейчас важно удержаться от провокационного вовлечения в воронку конфликта. Тем временем, в разжигании войны и разрушении экономики своей страны, литовский депутат обвинил руководителя либерально-консервативной партии Габриэлюса Лансбергеса. Он же возглавляет МИД Литвы. Вот что заявил Миндаугас Пуйдокас. Ломая копья с Белоруссией и Китаем, не только сильно ударит по карманам литовцев, но и разрушит многолетнюю экономическую и социальную стабильность и безопасность нашей страны. Кроме того, депутат выразил надежду, что Минск, несмотря на развязанную с Белоруссией экономическую войну, не ограничит транзит газа в Литву. Это будет грозить стране не только подражанием голубого топлива, но и уничтожением стратегических предприятий. Зло не сдается. Официальный представитель МИД России заявила о принуждении Международной организации гражданской авиации к выводам по посадке европейского самолета в Минске нужным Западу. Делается все, чтобы оправдать надуманные санкции против Белоруссии. Но доклад говорит о том, что принудительной посадки Боинга компании «Райнер» не было. Такие выводы инициаторов тех самых ограничений не устроили, и окончательный доклад вдруг оказался неокончательным. «Бывает и такое», — сорганизировала Захарова. Вывод напрашивается сам собой. ИКАО стало инструментом политического давления. Результаты расследования похожи. Там будут писать под диктовку. Шокирующие методы воспитания французских школьников против юных демонстрантов вместо переговорщиков власти отправили вооруженных до зубов жандармов. Подростков били дубинками, травили слезоточивым газом, всего лишь потому, что они поддержали национальный протест против ковидных пропусков и прогуляли контрольную по математике. Дети забаррикадировались на территории школы, агрессии не проявляли, но испытали на себе всю мощь резиновых пуль, заряженных европейскими ценностями и прогрессивной демократией. 16-летней девушке жандармы выстрелили в голову баллончиком со слезоточивым газом. Она выжила, но пациентке пришлось наложить шесть швов. Это, замечу, не спецоперация против террористов. Так французская полиция в духе западной демократии воспитывает своих же детей. Следственный комитет завершил расследование резонансного уголовного дела и рассказал шокирующее обстоятельство смерти младенца в Минске. Напомню, тело пятимесячного мальчика обнаружили с удавкой на шее три года назад в столичном микрорайоне Серебрянка. У ребенка были телесные повреждения. Под подозрение следователей попали родители, бабушка и ее сожитель-иностранец. В ту роковую ночь они распивали алкоголь вместе со знакомыми в квартире. Попытка успокоить малыша обернулась трагедией и сокрытием преступления. Мужчина подбросил мальчика и не смог поймать. А в результате падения младенец получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Далее он обвил вокруг шеи мертвого ребенка ремень и обмыл его в душе с моющими средствами. А после выбросил тело в окно с высоты 11 этажа. 48-летнего иностранца заключили под стражу. Ему предъявлены обвинения о причинении смерти по неосторожности. Мужчине грозит лишение или ограничение свободы до трех лет или исправительные работы до двух. Волна коронавируса пойдет на спад через полтора-два месяца. С начала года в стране доминирует омикрон. Штамм переносится легче, но передается намного быстрее. За последние сутки более 7 тысяч заболевших. Клиника похожа на ОРВИ. О том, насколько система готова к такому развитию событий, сегодня рассказали в правительстве. Система справляется. Вся ситуация с оказанием медицинской помощи находится под контролем. И Министерство здравоохранения, и региональные штабы оперативно реагируют на складывающуюся ситуацию. И те моменты, которые вы были свидетелями в начале недели, они все сняты. И Министерство здравоохранения откорректировало соответствующие протоколы. И, соответственно, период рабочей работы поликлиник, выходные дни. То есть врачи полностью мобилизованы. И студенты подключены, и учащиеся наших медицинских колледжей. То есть вся система здравоохранения и сопутствующих отраслей в плане ликвидации последствий омикрона работает слаженно, эффективно. Я думаю, мы и с этой волной справимся. Положительная динамика в стране по вакцинации от коронавируса. Полный курс прошли почти 50% населения. Набирает популярность иммунизация детей и подростков. Коллективный иммунитет должен защитить население. Тем более, что в некоторых странах на смену омикрона уже приходит новый мутант – стелс омикрон. Крупнейший в мире черный бриллиант. Более 555 карат выставлен на торги аукционным домом Сотбис. До этого Энигма, так назвали драгоценный камень, два десятилетия находился в частной коллекции. У него неправильная форма и невыразительный цвет. Но главная его ценность в редкости. Некоторые специалисты считают, что у камня космическое происхождение. В 2006 бриллиант занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Онлайн-аукцион продлится до 10 февраля. За ограненный алмаз хотят выручить 7 миллионов долларов.